Водители начали лишать водительских прав из-за болезней. Подробности смотрите в этом видеоролике. Друзья, всем привет! С вами снова Азат. Это канал Автосправочная. Вчера у нас в Татарстане ГИБДД разместил официальный пресс-релиз, в котором рассказала о лишении водительских прав водителей по медицинским противопоказаниям и болезням. Для начала стоит отметить, что эта практика у нас в республике ведется уже не первый год. В течение последних нескольких лет ГИБДД совместно с прокуратурой лишает водительских прав водителей, которые были привлечены к ответственности по статье 6.9 КОАП РФ. То есть это статья, которая предусматривает наказание за употребление наркотических, психотропных и различных других запрещенных веществ. Таким образом, получается, если человек осужден по этой статье и выясняется, что у него есть водительское удостоверение, путем обращения в прокуратуру в судебном порядке это водительское удостоверение, получается, аннулируется. По информации ГИБДД, на сегодняшний день в Татарстане аннулировано более 2200 таких водительских удостоверений. То есть здесь речь идет о случаях, когда, получается, автомобилем управляют лица с различными зависимостями, в том числе, получается, алкогольной и наркотической. Однако на сегодняшний день дело пошло дальше, и теперь сотрудники ГИБДД начали лишать водительских удостоверений не только, получается, алкоголиков и наркоманов, но также и людей, которые имеют различные болезни, либо противопоказания, при которых запрещено управлять транспортным средством. Дело в том, что за последнее время в Татарстане произошло уже несколько аварий по вине таких водителей, которых были пострадавшие и погибшие. Таким образом, получается, из-за того, что такого водителя вовремя не отстранили от управления, это закончилось печально. Именно поэтому теперь сотрудники ГИБДД взялись и за эту категорию водителей. По информации ГИБДД, на сегодняшний день по медицинским противопоказаниям у нас в Татарстане аннулировано уже 188 водительских удостоверений. Есть граждане, которым по медицинским противопоказаниям запрещено управлять транспортными средствами. Следует отметить, что в Республике произошел ряд дорожных транспортных происшествий по причине наличия у водителя заболевания, несовместимого с управлением транспортным средством, в которых получили ранения, либо погибли люди. В связи с этим, в целях исключения из процесса дорожного движения лиц, имеющих медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, начата работа по исключению из процесса дорожного движения данной категории водителей путем аннулирования водительских удостоверений. На сегодняшний день аннулировано 188 водительских удостоверений по основаниям, указанным в перечне медицинских противопоказаний к управлению транспортно-средством, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 20 декабря 2014 года номер 1604. Работа в данном направлении продолжается. Полагаем, что принимаемые меры позволят спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения. Я напомню, речь идет о постановлении правительства от 2014 года, в котором как раз таки перечислен большой список медицинских запретов, противопоказаний и показаний к управлению транспортными средствами, при которых либо ограничено управление транспортными средствами различных категорий, либо имеется полный запрет по управлению автомобилем. Как подчеркнули в Госавтоинспекции, данная работа будет также активно продолжена и в дальнейшем. Я думаю, что ситуация с этим не сильно отличается и в других регионах России. Если у вас есть такая информация, напишите, пожалуйста, в комментариях. Также я напомню, что в ближайшее время вся эта процедура должна заработать еще более быстро, еще более активно. Дело в том, что на сегодняшний день на портале проектов нормативно-правовых актов размещен совместный документ, совместный проект приказа МВД и Минздрава России. В случае его подписания он вступит в силу с 1 марта 2022 года. Согласно этому документу, в России будет запущена единая онлайн-база, доступ в которую будет иметь и Минздрав, и ГИБДД. При этом с 1 марта следующего года медсправки водителей планируется оформлять полностью в электронном виде и, соответственно, загружать в эту информационную базу. Кроме того, в эту же базу будет подаваться вся информация, когда человек, имеющий водительское удостоверение, обратился в любое медучреждение, в том числе сюда же попадают и частные клиники, и в ходе какого-то осмотра либо обращения у него было выявлено противопоказание к управлению транспортным средством. В таком случае такая информация будет автоматически со стороны медучреждения, со стороны клиники загружаться в эту информационную базу, и, соответственно, она сразу же оперативно попадет в руки автоинспекторов. После этого автоинспекторы будут иметь право направить водителя на внеочередное повторное метасвидетельствование или медосмотр. Если же этот повторный медосмотр подтвердит наличие диагноза или болезни, при котором управление транспортным средством должно быть ограничено или запрещено, то в таком случае водительское удостоверение такого человека будет аннулировано. Если у него есть какие-то ограничения, то он сможет получить его заново, либо на какие-то ограниченные категории транспортных средств, либо на какие-то ограниченные типы транспортных средств и так далее. Если же его состояние или диагноз предусматривает полный запрет на управление транспортным средством, то после этого получить водительское удостоверение он уже больше не сможет. вот такая вот информация что вы думаете по этому поводу пишите в комментариях будет интересно почитать всем удачи на дорогах и всем пока